Всем привет! С вами Эдгар. В этом видео хочу поделиться своим опытом по поводу поддона, душевая кабина. Я снял видео про ванную комнату, как я это все дело делал в целом. И мне начали писать про вот этот поддон, зачем ты его сделал, как можно делать в квартире поддон, ты же затопишь соседей. Ну, в общем, там список вопросов, почему, почему, почему. И сразу хочу сказать, что это частный дом. Вот у меня частный дом, это у меня гостевой дом. Основной дом у меня рядом, а это гостевой дом, где я сделал ванную комнату именно таким образом. Просто так захотелось. Здесь один из вопросов был, зачем тебе вообще вот этот поддон? Почему не купить душевую, пластиковую, например, сделать? Или почему не сделать половинку, почему вообще длину ты сделал? Также, ну, можно было же не поднимать вот эту высоту и встроить все это дело уже в пол, чтобы вот здесь не было вот этого, вот этой высоты просто до конца. Не поднимать и не делать вот эту нишу. Дом я купил от застройщиков в получистовом варианте, где уже были проведены коммуникации. Здесь теплый пол, который был залит, конечно же, бетоном. И двухконтурный газовый котел, канализационная система, электричество. Вся вот эта разводка уже была. Единственное, туда не было разведено канализация. И получается такая штука, что я уперся в момент. Я захотел как? Почему я не захотел пластиковые вот эти душевые кабины? Меня, если честно, вот эта пластиковая душевая кабина раздражает. Просто она занимает очень много места, пространства, и внутри мало места наоборот. И на этой пластиковой кабине образуется что сверху где-то, что снизу, пыль, грязь. В общем, это целая история. А также проблема у душевых кабин или пластиковых поддонов, готовых, которые ставят. У них вот это дно играет. Какое бы оно там ни было, дорогостоящее и якобы жесткое. Все равно, если какой-нибудь тяжеловесный человек зайдет в эту душевую кабину, то дно, конечно же, в итоге проломится через время. С этим уже сталкивались. Здесь я у родителей так вот уже менял. У них душевая кабина дорогая, но вот этот поддон два раза трескался. Снизу даже потом кирпичи ложили. Один фиг, короче, этот поддон шатается. Вот это ощущение, что ты в пластике, тоже меня не устраивает. Я решил сделать душевую, просто вот, чтобы внизу камень, здесь стекло, ничего лишнего. Вон душевая, все готово. Вот сейчас вот покажу. Вот так выглядит. Зашел сюда любой вес. Без разницы, хоть слона можете сюда поставить. И здесь разноуглонка идет, трап, душ и здесь тропическая вот эта лейка. Здесь установлено стекло, 8 миллиметров, распорка. Вот здесь, здесь. С этой стороны установил вот такую металлическую штуку. Это уже идет в комплекте со стеклом. Там уже вбиваются дюбеля. Здесь вот, за счет вот этой распорки держат. А внизу уже просто сажаем на монтажный клей прозрачный. Все. Три года ни разу никаких проблем не возникало. Внизу вот такая вот высота поддона. Высота может быть, в принципе, разная. И здесь, как вы видите, плитка тоже сделана, разная уклонка. И основной уклон идет в ту сторону. Если человек здесь моется, даже сюда вода попадает, она все равно вся туда стекает. Тут нету такого, чтобы вода сюда попадала. Коврик здесь, заранее скажу, лежит, чтобы человек, когда там помылся, встал на сухой коврик, чтобы он не скользил. И ноги сразу высохли. Берет полотенце, вытирается. Все. Оделся, вышел. При этом можно спокойно мыться, никуда ничего не разбрызгивается. В отличие от пластиковых душевых вот этих кабин, здесь огромное пространство есть, большое. Соответственно, я вот специально сделал во всю длину этот поддон, а не в одном маленьком углу, чтобы зайти туда спокойно и чувствовать себя комфортно, широко, удобно. Вот здесь есть проход. Вот. Я спокойно вот прохожу спокойненько. зашел в душ. И здесь просто можно, я не знаю, танцевать, песни петь, веселиться. Что хочешь, что и делай. Пожалуйста. Поэтому я решил, что будет широко, будет все прозрачненько. При этом можно любому человеку туда зайти и вообще не переживать ни за какой вес. При этом ничего не скрипит и нигде не собирается грязь. Потому что если есть какие-то вот эти поддоны, там снизу где-то что-то подтекло, у поддона где-то что-то, гаечка не подкручена, течет. Вот, в общем, такая история из этого всего. Здесь негде, нечему течь. Все. Лейка, все это, система встроена в стену. Ломаться там нечему. Трап встроен в бетонную заливку поддон. Душевая тоже, в общем-то, встроена в стену. Все. Если нужно почистить, можно во все стороны брызгать, помыть это все дело. Зачистить. Все. Если есть где-то грязь, что-то, это сразу видно. И можно с этим сразу же справиться. Не нужно искать, где что там подтекает. И, в принципе, ломаться-то и нечему. И если что-то, даже если поломается, вы можете это просто взять, убрать и заменить. И все. А вот с душевой кабиной у меня родители там, пока мы этот поддом подходящий нашли, который сломался, это была целая история вообще. Итак, один еще вопрос такой был. Почему я поднял на высоту, почему я поднял на высоту, почему не сделал вровень? Для чего мне это нужно? Ну, согласен с этим. Но если бы у меня в чистовом, вернее, исходник дома был, если бы я сам строил, то, естественно, вот этот поддон бы я, наверное, не делал. Но, с другой стороны, тут есть и плюс, и минус. Смотрите, так как я купил в получистовом, здесь уже были теплые полы. Здесь снизу вот эти трубы идут. И встраиваться туда, это можно повредить вот эти трубы. Мы решили не трогать, чтобы не зацепить теплые полы. Нашли там просто одно местечко. У нас был чертеж, где эти теплые полы проходят. И с той стороны их как раз нету. Пробили отверстие, чтобы сделать канализационную вот эту трубу и поставить трап. Все, трап встроили, канализация есть. Снизу у меня подвал. Здесь канализационная система уже была подведена заранее в этом доме от застройщика, где будет находиться туалет. А мы снизу там просто в подвале подвели еще сюда это все. В принципе, ничего сложного не было. И чтобы вот этот трап встроить, нужна была определенная высота. Потом нужно было вот эту канализацию вывести. Трап установить. И еще дать вот этот уклон. Если бы это все было ровненько, можно было делать, конечно, уклон. Но пришлось бы и вот эту плитку чуть выше делать. Больше раствора лить. Один фиг вы этот поддон бы сделали. Только он бы был, конечно, на всю площадь. Можно было, но было то, что было. И исходя из того, что у меня было, я сделал вот этот поддон. Высоту мы вымеряли от того, что вот какая, возможно, минимально вот как нарезать вот эту плитку. И чтобы вот этот... Больше полисали, конечно, от вот этого трапа. Потому что у трапа есть определенная высота, где трубочка там идет. Всю эту конструкцию нужно собрать и все такое установить. И вот к этому трапу уже с разноуклонкой подводили всю эту систему. И очень удобно для чего? Вы можете выстраивать, как вам плитку уложить, какая будет там ширина. А этот трап может быть у вас, например, как вот у меня длинный. Трап может быть маленький, квадратный, допустим. Такой. Вот если... Блин, у меня тут сейчас не откроется. Так не смогу, надо чем-то зацепить. В общем, сюда основной слив идет. Я решил сделать длинный, чтобы вода быстрее вот сюда собиралась и уходила. И здесь воды не было. Ну и, соответственно, видите, плитка подведена ровненько под трап. Здесь один уклон, другой, третий, четвертый. Здесь еще чуть-чуть уклон. И здесь уклон, здесь уклон. Вот эта плитка уклон, а эта плитка уже ровненько идет. И когда здесь моешься, даже если вода сюда попадает, она туда не уходит. Вся уходит сюда. При этом, вот есть как бы плюсы и минусы этого дела, что... Это бетон, сверху плитка. И бывает холодно ногам, да? Но в моем случае у меня есть теплые полы. И так как они у меня работают постоянно, вот этот бетон у меня прогреты. И когда я там хожу, там тоже тепло. Не у всех есть эта возможность. Кто-то это не предусматривает. Так что, если будете делать, даже если у вас теплых полов здесь нету, вам нужно сделать там тоже теплые полы. И вот, чтобы учесть все эти моменты, трап, теплый пол, канализационная система, как подводится. Много вот этих вот нюансов. Как плитку положить, где будет вот этот стеклопакет вот этот установлен. Как вбуриваться, куда подключаться. И чаще всего люди выбирают вариант сделать поддон. И в нем уже можно вообще встроить все. И трап, пожалуйста, можно встроить. И в эту высоту можно сразу же проложить теплый пол. Сверху уже плитка. Все включаете. У вас, если здесь нету теплого пола, то там точно 100% можно сделать. Заходите в ванну мыться, в душевую. И там у вас просто красота. Ногам тепло, комфортно. Ощущение хорошее. Потому что с холодной плиткой не очень. Вот некоторые люди выбирают пластиковые готовые поддоны. Но они тоже имеют высоту определенную. Потому что там уже все решение есть. Трап встроен. Пластик сам, он намного теплее, чем обычная вот эта плитка и бетон. И люди не хотят заморачиваться. Просто поставили все. Но вот с этими поддонами... Я не могу сказать, что прям поддоны совсем ай-яй-яй, какие плохие. Но если выбирать, сделать самому из бетона и плитки или выбрать пластиковое готовое решение, там дешевое, дорогое, неважно, я выбираю вот этот вариант. А там как у вас, конечно, получится. Возможно, у вас там невозможно это сделать. Я не знаю, столько нюансов существует в строительном деле. Почему так или по-другому нужно делать. Я, например, такого поддона вообще не нашел, чтобы установить готовый поддон. Потом я хотел поставить стекло. И оно достаточно тяжелое стекло. 8 миллиметров. И на пластиковый поддон вставить вот такое стекло как-то, блин, ну, вообще, я думаю, не в тему. А здесь оно прям четко встало вообще без проблем. Вот. Очень хорошо себя чувствует. То, что нужно. С пластиком таких процессов, я думаю, не сделаете. Ну и в целом я не хотел вот этого пластиковости ощущения. Хотел просто, чтобы было какое-то такое цельное пространство. И вроде как разграничил, да, вон там душ. Но при этом я пространство не съел. Вот. Заходите. Вот какое у вас есть ощущение вот этой комнаты. Ну, сколько оно в действительности физически вот есть. Столько оно и есть. Вы это ощущаете. А когда ставите душевую кабину, сразу, прям резко, как только вы ее поставите, сразу ощущение, что комната стала меньше. И это, блин, обломненько как-то. И еще вот такой вариант смотрится намного как-то, я не знаю, покруче что ли, постильнее, побогаче, когда вот со стеклом так. Не знаю, это мое личное ощущение. Я так это воспринимаю. Как-то круто, там он полотенцесушитель сделал, там все полотенце висит, зашел, моешься, тропический душ. Блин, обалденно просто, красота. Здесь вот еще дополнительный свет есть. Все, красотища. Сейчас я вам покажу, допустим. Так. Вот вода, видите? Вот душ. Это на полную катушу включено. При этом у меня вот эта душевая лейка, одна из широких. Из того, что я вообще нашел. Самая широкая лейка. И там сразу огромное количество воды льется. Это тропический душ называется. И вода не собирается, она сразу, рации уходят в этот трап. Даже если будут волосы, про это я, наверное, сниму отдельное видео, покажу. А так все спокойно, вот, пожалуйста, мойтесь. Вода сюда не будет попадать, она вся туда уходит. Вот сейчас вот работает душ. Красота! Ну и, конечно же, вы можете тут докопаться до чего-нибудь. До чего вы хотите докопаться. Почему, например, у вас здесь розетка установлена? Чтобы током шандарахнуло. Для этого она установлена. Я вот, когда снимаю какие-то видео, снимаю про одну тему, а потом люди такие находят в видео какие-то штуки и докапываются. Потом я, конечно, снимаю и про это видео, и пытаюсь объяснить, почему так или так сделано. Некоторые люди думают, что, ну, типа, ты дурак. Все, вот ты дурак. Ты не понимаешь, сделал какую-то фигню. Не учитывая то, что, ну, есть вещи, которые, например, я получил от застройщика. Нету других вариантов. Или там у кого какие возможности. Много всяких нюансов существует. Людям пофигу, они, почему это вот так. Вот я и снимаю, почему. Вот такой вот у меня, ребята, душ. Обалденно! Охеренный душ! Просто заходишь сюда, блин, и чувствуешь себя по-царски. Наскент. Наскъде. Никтоать. Так что, конечно. Тёп Además. Не пойти про пошлитьplin. Не замески. Продолжение следует...